Белорусы все чаще задумываются о монетизации знаний китайского языка. Минские магазины разыскивают продавцов со вторым китайским. Строительные фирмы просят менеджеров начать его изучать. А желание понять жителей Поднебесной заставило более 600 белорусов уехать учиться в Пекин и Шанхай. Да и в Минске уже учится около 2000 китайских студентов. Сегодня на языке иероглифов. Методики преподавания обсуждали педагоги двух стран и наш корреспондент Виктория Ходосок. Китайский язык не очень трудный, просто главное начать. Для Валерии китайский язык, как и для многих белорусов, уже не просто экзотика или модное увлечение, а перспективное направление. Сегодня она студентка первого курса лингвистического, а знание языка уже на уровне. Я читаю книги, сейчас уже много иероглифов достаточно знаю, уже могу практически свободно разговаривать. Школьница Есения Каше по-китайски учит 6 лет. Девочка уже не только говорит и пишет по-китайски, но и осваивает культуру азиатской страны. Они делают традицию, такой чай готовят. Я пыталась делать, только правда не из китайской посуды, а просто из своей. Пыталась вот еще иероглиф вырезать, ну, счастье специальное, и вешать его на окно. Китайский язык набирает популярность во всем мире. Китайские туристы стали частью туристических столиц. Модные магазины по всему миру разыскивают продавцов с китайским. Тенденция пришла и в Минск. Специалисты с такой компетенцией нужны на стройках, в логистике и в простом чайном магазине. Китайская культура, питья китайского чая, она в принципе растет в геометрической прогрессии. И чем ближе мы будем к этой чайной теме, китайской непосредственно, тем, соответственно, это приведет нам прямые дивиденды. В Беларуси почти 2000 студентов из Поднебесной делают успехи в изучении русского и белорусского. А наши каждый год участвуют в программах обмена с КНР. Сотрудничаем мы долго. Об этом сегодня говорили на белорусско-китайском образовательном форуме в Минске. Каждый год мы отправляем от 30 до 50 студентов на такие полугодовые или годовые стажировки. Ван Жуй Синь – педагог и волонтер по обмену из Поднебесной. Сюда приехала учить иероглифам белорусских школьников и параллельно самой подтягивать свой русский, который не скрывает, дается нелегко. Обычно я писать, потом мы будем разговаривать. Белоруссия и официальный Пекин – стратегические партнеры. Такие отношения у Китая всего с четырьмя странами мира. Китайские бизнесмены активно вкладывают инвестиции. Создание парка – великий камень тому подтверждения. Поэтому изучение китайского – это монетизация будущего. Примерно так он звучит из уст новичка. И ведь неудивительно, что трудно китайский язык занесен в Книгу рекордов Гиннеса как один из сложнейших языков в мире. Виктория Ходосок, Татьяна Ревизори, Сергей Капустин и Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ.